Полтора миллиона сообщений о правонарушениях и происшествиях. Пожалуй, это главный показатель того, что люди доверяют полиции. Именно столько раз жители Кубани обращались к сотрудникам внутренних дел в прошлом году. По результатам рассмотрения возбуждено 65 тысяч уголовных дел. Кубанские полицейские подвели итоги работы за 2019 год. На заседании коллегии главного управления внутренних дел по краю приглашены губернатор и председатель законодательного собрания. Как отметил в своем выступлении руководитель региональной полиции, раскрыть удалось больше 33 тысяч преступлений. Особое внимание – борьбе с коррупцией. Средний размер взятки на Кубани составил 544 тысячи рублей. Обеспечена реализация государственной политики в области экономической безопасности края. Реализовывались задачи по противодействию коррупции. В результате сотрудниками полиции пресечено 802 таких преступления, более половины которых совершены в крупном и особо крупном размере. Повысилась эффективность работы подразделений экономической безопасности по направлению внешнеэкономической деятельности. Я благодарен вам, всем сидящим в этом зале, всем вашим коллегам за безопасную Кубань. За безопасную Кубань, за безопасную жизнь в нашем крае. А значит за стабильную Кубань. Вот безопасная Кубань, стабильная Кубань – это основа дальнейшего роста экономики нашего края и роста благополучия и благосостояния жителей. Экономика имеет свои предпосылки, и инновационный климат в крае тоже имеет свои предпосылки. Но самые главные предпосылки из общения с инвесторами – это, конечно, безопасный регион. Если правовое поле максимально комфортное, если полиция, прокуратура, суды работают в рамках правового поля законодательства России, тогда бизнес, нашли местный бизнес. Инвесторы чувствуют себя защищенными в таком крае, а для них это принципиально важнее. Даже важнее где-то процента прибыли, которую они получат. Защищенность. И физическая защищенность, и личная защищенность, защищенность их семей, понятно, бизнеса. Вениамин Кондратьев обратил внимание на то, что в регионе необходимо усилить борьбу с незаконной миграцией. В прошлом году так называемые нелегалы совершили свыше 20 тысяч нарушений миграционного законодательства. За пределы России из Краснодарского края выдворены полторы тысячи иностранных граждан. Но эта проблема не решается одним лишь контролем за зарубежными гостями, ведь они где-то работают и получают деньги. Нелегальные мигранты, но они действительно не платят налогов. Они, на самом деле, не учтечены. А намного страшнее, что мы не знаем, кто они, где они и чем они занимаются. И вот здесь мы должны поставить за словом на стадии, когда они въезжают к нам. И надо подумать, каким образом это сделать. Мы не купируем предпосылки их заезда в наш край. Поэтому им умножится количество резиновых квартир. Поэтому и появляются эти палатки, гаражи, где они там проживают. Безответственность работодателей, которые дают им работу нелегальным мигрантам. И вот здесь тоже мы должны посмотреть на ответственность за то, что они обеспечивают работы нелегальных мигрантов. Для эффективного взаимодействия с правоохранителями должна быть и соответствующая законодательная база, совершенствовать которую настроены кубанские парламентарии. Между ЗСК и главком существуют тесные рабочие контакты. Подписано соглашение о взаимодействии в сфере нормотворческой деятельности и по организационным вопросам. Личный состав главного управления Министерства внутренних дел по Краснодарскому краю системно работал над повышением эффективности, профилактики, выявления, раскрытия и расследования преступлений. Удалось улучшить отдельные показатели оперативно-служебной деятельности, есть и точки роста. Еще одна острая проблема – каналы поставок наркотиков и нелегального алкоголя. Краснодарский край – мощный транзитный регион, что в свою очередь притягивает различного рода дельцов. В прошлом году полицейскими на Кубани изъято из оборота полтора миллиона литров фальсифицированных горячительных напитков и 200 килограммов запрещенных веществ. Были раскрыты семь группировок, которые торговали наркотиками в Краснодаре, Армавире и Туапсинском районе. Каналы поступления в край и наркотиков, и незаконного, нелегального алкоголя должны взять под контроль. Системный должен быть подход и смотреть на первопричину, первопричину предпосылки. Мы должны учитывать, что мы же курортный регион. Коллеги, конечно, мы очень выгодный рынок сбыта, безусловно, и должны перекрыть вот эти каналы, перекрыть пути и перестать быть таким рынком сбыта. Одним из самых распространенных способов торговли запрещенными веществами за последнее время стал интернет. Усилиями правоохранителей заблокировано 1600 сайтов. В список достижений за прошлый год кубанские полицейские могут записать и снижение количества убийств и квартирных краж. Именно профилактика преступления должна стать одним из главных орудий правоохранителей.